Очень часто мы заказываем наших кукол, фигурки, игрушки с различных маркетплейсов, типа Авито, все такое. И не всегда посылки бывают удачными. Так что при этом наше видео. Единственная куколка, которой тут нет, это моя Пуллип, которую вы все хорошо знаете. Но про нее, наверное, я и так уже все рассказывала, потому что про нее было в целом этого видео. Посмотрели такие видосы. И единственная проблема с ней была чисто финансовая, потому что в Чехии очень большие налоги на посылку, на доставку в Чехию. Поэтому с ней были проблемы именно касаемо денег. Но с остальными персонажами, которые находятся здесь, истории куда более интересные. Надо, наверное, начать с самого такого необычного экземпляра, который тут находится. С вот этого. Типичный для нашего канала. Как вы, наверное, могли заметить, я люблю бульбазавра. Я люблю покемонов. И поэтому она делает эту бульбазавру. Да, я думала, что да. Погнал, давай. И я совершенно случайно на Tumblr увидела рекламу, что вот такой вот восхитительный, прекрасный бульбазавр с розочкой. Ну, то есть он как бы выглядит как бульбазавр, но только вместо вот этого бутона у него розочка такая была. Он такой был весь красивый, розовенький, романтичный. Я думаю, блин, вот, наверное, закажу его себе на День Святого Валентина, хоть какая-то любовь будет в моей жизни. Год назад? Да, это было год назад. Вот как раз. Потому что тогда была реклама к однему с этого у Валентины, увидела этого бульбазавра. Сайт вроде был адекватный. Цена, я не помню, сколько он стоил, но не особо дорого. И как бы мне хотелось вот этого вот розовенького с розочкой. А потом мне приходит, и я вижу просто вот это. Ты что? Ну ты не любишь меня? Люблю уже, ну, как бы, за год привыкла. Но просто проблема в том, что, ну, как минимум, он не розовый. Никакой розочки тут и подавно как бы тоже нет. Не расцвела еще твоя роза. И он, в принципе, сшит, ну, плохенько. Ну, то есть, даже вот по тому, как он шит, это вообще было не то, что было в рекламе. То есть, даже если бы он просто, если бы они поменяли цвет, то есть, просто бы положили другого, но вот той по шите, которая была там, я бы не настолько сильно расстроилась. А так, ну, нет, видимо, места любви и розам в моей жизни, что даже бульбазавр не зацвел. Ну, давай уж по порядку с Клодин. Давай с Клодин. Вот такая у меня интересненькая Клодин. Надеюсь, фокус есть. Я увидела ее. Давай, показывай. Я буду рассказывать. Я увидела ее на маркетплейсе. Виндед называется. Мне она очень понравилась, потому что это такой сборный образ. То есть, она сама музыкальный фестиваль. А образ у нее полубазовый. Духли, давай, астер-хай вообще. Я ее себе очень захотела. Думаю, все, пишу по продавцу. Она говорит, хорошо, мы договорились уже. И я уже отправила деньги, по-моему, тогда. Я отправила деньги и пишу, где, не ссылайте, как. Она пишет, ой, извините, случился травм, случилось несчастье. Куклу покусала собака. Господи, деньги вам верну. Вот так случилось. Я думаю, конечности покусала. Она сказала. Я думаю, ну, жалко, ну ладно, деньги просто верните. Все, вернули деньги, все нормально. Ну, остаток остался, конечно. Думаю, ладно. А потом проходит. И потом еще писала, а сильно ли собака покусала конечности. Я думала, что, ну, если там укладились, опять же, можно что-то заменить. Я писала, точно. Ну, она сказала, ну, это все. Это все. Ну, ладно, ну и хорошо. Потом приходит где-то месяц или недели три. И отель это объявление проявляется. И в таком месте, то ли там. И я тебя попросила написать. А она говорит, да, продаю, все хорошо. Телеф пишет. А я как бы думаю, ну, ладно, что это такое. Мы не знаем, что это такое. И думаю, ну, может, она мне не хочет продавать или что. Или, не знаю, что с ней случилось с тобой, люди странные. Ну, я опять ей написала. И уже помогала вот в фейсбуке как раз. Она мне ответила, да, хорошо, все продается. И я думаю, ну, если это может быть аферистка, и она просто вот... Она же мне вернула деньги опять, да? Ну, да. Это странно все это было. И я думаю, ну, ладно, и отравила ее, и она мне ее прислала. Но это реально очень странно. Это странные люди, странные существа. И ничего у нее не попусано, не было ни собак. Она сама пустила. Она сама пустила. Так что я не знаю, что это было, но вот я рада, что она у меня есть. И вот, к слову, о странных продавцах. Не так давно я хотела себе заказать тоже на Marketplace, увидела объявление. Женщина продавала очень много разных трансформеров. И среди фотографий, где они были в таком полуразобранном, полусобранном состоянии, я увидела Старскрима из Трансформеров Прайм, Саунвейва, был там нокаут, но нокаут у меня уже есть, Клифф Джампер там был и Вихикон. И все они стоили не больше ста крон. Я думаю, ну, блин, за четыре фигурки Трансформеров Прайм, которых сейчас очень сложно найти, пусть даже они с рук, но они вроде выглядят неплохо, я хочу, мне надо. Я ей писала, мы уже договорились, что вот там ее муж когда поедет на работу, он там, кажется, в полиции работал, что я потом приеду к этому участку, мы там встретимся, я ему отдам деньги, он мне отдаст фигурки, я заодно там посмотрю, если они в нормальном состоянии. И то есть вот мы вот-вот уже договорились, что вот мы встретимся, обменяемся. Она мне пишет на следующий день, что вот мы сделали тесты на ковид, ждем результаты. На следующий день она пишет, что вот мы на карантине, у нас положительный, но как бы я все понимаю. И она говорит, что вот если вы хотите, я вам могу их послать посылкой. Ну как бы мне все равно, я говорю, ну хорошо, можете только так как-нибудь поближе сфоткать, чтобы я точно видела, в каком они состоянии, чтобы я понимала, что мне там поломанные игрушки не приехали. Она на это ничто не ответила. Это был, кажется, декабрь, то ли конец ноября, начало декабря. У меня как бы была работа, сессия была, потом я уехала домой, и вот в январе я возвращаюсь, я ей снова пишу, как бы больше, чем за месяц она уже должна была выздороветь. И она мне тупо не отвечает. Ну то есть я пишу, что женщина, я, конечно, все очень понимаю, я надеюсь, что вы там выстроили. Ну немножко не так, но приблизительно. И что мы с вами уже договаривались, я эти фигурки собираю, они очень внушные, они ценные для меня. То есть я готова приехать к нему в город, я, кстати, изначально описала, что я была готова приехать к нему в город, но вкладно, чтобы жили. Ну там вот такие шизири, которые ездят по городам за куклой. Ну как бы, слушай, тут у меня такие уж и большие расстояния по городам, чтобы не поехать дальше. Ну да, потому что я и Россия. И она вообще ничего не ответила, это просто реально печально, потому что у меня могли бы быть четыре просто посвятительные фигурки, которые мне прям очень понравились. Жалко. Да. Люди, странные существа. Это день сегодняшнего видео. Так и на задехом. Да, и вот еще я вспомнила сейчас историю, у меня нету, точнее есть теперь, это кукла. Лагуна из День фото. Я увидела объявление, лагуна в коробке продавалась, и не недорого вообще за 400 крон, что ли. И я думаю, возьму, тоже написала, пропущиться. Она говорит, хорошо. Я говорю, пожалуйста, можете его до среды, на два дня зарезервировать, у меня будет день, я заплачу. Она, конечно, хорошо, все. И я ей пишу уже, по-моему, на следующий день уже думаю, возьму. Она пишет, а по родам. Ах, правда. Я не понимаю людей. Про Ребекку это вообще угар. Угар, да это же Ребекка. Это же Ребекка. Я просто ее переодела, и поэтому она в таком шланряде. Показывай, а я рассказываю. Это Ребекка. С ней такая веселая история связана. Вы вообще эту историю уже рассказывали, когда был обзор целой Дашиной коллекции, полгода назад, да? Летом. Летом. Так что вы могли уже слышать эту историю, но она настолько идеальна, что мы ее решили рассказать еще раз. Кто не слышал, слушайте. Давай, я тогда начну. Начинай давай. У меня тогда еще работал хомяк, так очень активненько, что вот всякую манскаяхту, которую я вижу, я ее хочу. И Ребекка это просто такая кукла, которая редкая, и чаще всего она очень дорогая. и вот эта Ребекка была, она была в обуви и в этом, юбкой или что это, от дэнс-класса. Ну, на лебучке вот эта вот юбка была. Вроде сумка даже. Да. Ну, то есть она частично была одета как дэнс-класс, но у нее был какой-то странный такой фиолетовый топик с двумя золотыми бантиками. Я думаю, ну, если что, найду замену, как бы не страшно. Я наставила там, ну, кроме 200, может, 250. Я написала женщине, говорит она, да, в наличии. Но я начинаю задавать совершенно нормальный вопрос, типа, в каком состоянии у нее волосы, в каком состоянии у нее шарниры. Ну, как бы, я же должна знать, за что я плачу. Она такая пишет, знаете что, я не продаю испорченные игрушки, и что самое главное, она уже продана. До свидания. Ну, серьезно. Она написала вот, в машине ругается. Она написала вот четко слово в слово, я только перевела на русский язык. Я такая, нифига себе. Вот это поворот. Вот это поворот. Ну, как бы, я такого вопроса не ожидала. Мне кажется, что это адекватный вопрос, это самое именно состояние этого. Ну, да. И по новому. А потом история-то не закончилась на этом. Потому что, вы видите, она здесь. Ой, ужас. Так что, у нас есть одна женщина хорошая, которая нам тоже иногда прислала кукол раньше. Ну, как прислала? Ну, у нее их покупали, но они были в коробках. В коробках, хорошие, да. Мы к ней даже ездили. Ну, вот мы с ней как-то разочались, и она мне вот прислала, а, у меня она мне говорит, тебе же нравится Ребекка? Вот у меня есть предложение. Вот такое-то. Ну, какое-то. Она не отправила еще фотку, а кого-нибудь интересует, все. И она отправляет фотку той же самой, той же самой Ребекке. Ребекке, да. Но я тогда, я тоже не поняла, что это вот, который... Я не знала этого. А, я не знала этого. Я потом уже рассказала, когда я пришла, и я вижу, что она сидит. Ну, потому что у нее была вот эта дурацкая фиолетовая кофточка с двумя золотыми бантиками. То есть, это не одежда Монстер Хай была, это, ну, может, от Барби какой-то, может, еще от кого-то. То есть, я точно поняла, что это она. Я прихожу к Дашу, откуда она у тебя? Ну, вообще, она пришла к нам все равно. Но, та вот женщина наша, знакомая, она говорила, что ей волосы промывала хорошо. То есть, возможно, они были не в самой хорошей состоянии. Вот это вот, ну, это ж не наша женщина, мне это так нагрубило. Она, видимо, просто купила вот этой вот грубиянки, у которой я спрашивала. Поняла, что у нее она как-то не приживется, вот и перепродала Даша. Так что она все равно в нам попала. Я как? Так, сейчас начинается очень долгое, интересное, возможно, не очень история, касаемо моих трансформеров. Я не так давно начала увлекаться именно комиксами по трансформерам. Я узнала, что там есть две такие вот парочки. И мне вот прям очень захотелось их иметь у себя в виде фигуры. При том, что именно насчет вот этого вот Тейлгейта я знала очень давно, но я не знала, как именно его заказать. И я могла только смотреть на картинки и воздыхать. Поэтому вначале я решила начать с чего-то не такого недоступного и не такого дорогого. Поэтому я просто на сайте BigBetToyStore, это не реклама, а жаль, заказала вот этого вот реванда. Он, конечно, очень маленький, у него минимальная такая подвижность, но как бы есть те, у кого и хуже, но просто по сравнению вот с японским Тейлгейтом, они просто небо и земля. Японский? Японский, конечно. Качество. И я его, кажется, попросила у родителей на 8 марта. Девочки на 8 марта. Трансформера. Вроде не так все страшно, да? Погодите. После этого, поскольку у меня день рождения весной, мне захотелось именно вот этого вот Тейлгейт. Но у него очень интересной формы была коробка и с интересными рисуночками, что я думала, что вместе с ним в одной коробке идет как раз циклонус, что они идут вдвоем. И как бы цена была соответствующая. Там около 40 долларов было, плюс 15 доставка. Про чешские налоги я уже молчу. И я заказала их себе на день рождения. Но мне как бы не хватало вот этого товарища. Еще. Парочку как раз с криванием. И я его увидела на барахолке русской за 300 рублей. Не, за 1000 рублей. 2000 рублей за 300 кронок. У какого-то странного чувака, который мог просто неделю меня отмечать. Но в итоге мы с ним все-таки как-то договорились. И договорились, что моя соседка, которая на то время была в России, она его просто заберет и потом привезет мне деньги. Я как бы ему переведу. С вот этим как бы тоже, наверное, разобрались. Но теперь начинается веселье. Потому что тогда был коронавирус. Да, это был коронавирус. Мне было очень грустно. И мне хотелось японского транспомера за 40 долларов. Мне пришло извещение, что как бы он уже приехал в Чехию. Но, когда я пошла на почту, короче, есть одно конкретное отделение почты, куда приходят именно посылки из-за границы, куда нужно лично явиться и заплатить налог за почту. Когда я пришла туда первый раз, у них был карантин. То есть, о нигде это не было написано. Они просто были закрыты на карантин. Работало только именно обычное почтовое отделение, которое находилось внизу. Когда я пришла во второй раз, вначале мне померили температуру, надели на меня перчатки. Потом мне сказали, а где распечатанное подтверждение о том, что это твоя посылка. Ну, то есть, на телефоне им этого не подходило, им нужно было, чтобы она была перчатка. В итоге надо мной сжалились женщины из офиса на этом же этаже. Они просто взяли, сделали скрин с моего телефона, и этого им хватило. Ну, наверное, им просто для отчетности нужно было куда-то в папочку положить. Потом на одном месте нужно было заплатить за таможню, можно было карточкой. А на другом месте нужно было заплатить только наличкой за то, что эта посылка там хранилась некоторое время. Ну, то есть, разводняк полнейший. У меня не было налички. Поэтому они такие, ну, мы тогда можем переслать вот эту вот посылку в отделение вашей почты, где вы уже можете заплатить карточкой. Ну, ладно, что уж делать, потому что налички у меня нет, то есть, забрать я его не могу. Но налог я уже заплатила. Проходит еще где-то неделя, наверное, Пока она каталась по этой микрофраге, она приходит в мое почтовое отделение, прихожу туда, плачу за хранение на почте, забираю коробочку, я понимаю, что она легкая. Я думаю, блин, если там эти японцы подложили какую-то вату, я буду очень злая. В итоге я пришла домой, я открыла коробку, это та коробка, но я не понимала, почему она такая легкая. И когда я открываю коробку, я вижу тейлгейта, естественно, и я вижу просто запчасти от циклонуса, что там были дополнительные руки, вот эти вот руки, потом вот эти вот набедренные щитки дополнительные, голова лежала, крепление для меча и сам меч. Прикол в том, что, наверное, это я поступаю, и не дочитала, что это было как бы тейлгейт и дополнительные запчасти как раз для циклонуса. Но именно основы не было. Такая бляха, муха, а еще я в первый день сломала меч. Так она решила учить японский. Нет. И после этого я поняла, что мне срочно нужно искать основу, под которую как раз вот эти детали крепятся. Я уже начала просто всем, вот, у кого я видела на фотографиях именно вот этого вот циклонуса с замененными запчастями, писать, кого они брали за основу. Мне написали там буквально пару вариантов, потому что самих циклонусов не так много, кто бы подошел под вот эти запчасти. Я начала их искать. Это оказался очень старый циклонус, который шел только в коробке с хот-родом. И на ebay они стоили по, сколько они стоили, по тысяче что ли, или по две тысячи. И это без учета доставки еще. Такая, ну все, как взять. Но потом, внезапно, опять же, на той же, на том же сайте, в группе, в ВК, где я как раз вот этого товарища нашла, кто-то сказал, что продавали как раз коробку вот эту с циклонусом. И я написала продавцу, он такой, да, есть. При том, что на ebay я видела одного продавца, который посылал из России. И оказалось, что это как раз бы он. Что он еще вот выставлял, что вот он продает вот этого циклонуса и хот-рода ВКонтакте. Я такая, беру. Беру. Вот они, мне кажется, именно вдвоем обошлись в 4 тысячи рублей, что ли. Или в 5. То есть, именно вот две фигурки меня обошли где-то в 1500 крон, или вот около того. И опять же, я попросила, чтобы привезли моей соседке. Да, поэтому, Полина, спасибо тебе большое, что притащила мне моих мужиков. И я вообще не хотела себе вот этого вот хот-рода. Родинус, именно, родинусы коробки был. Коробка была в убитившем состоянии, но там был комикс. Матрица лидерства, родинус, циклонус и какой-то еще маленький вот такой штиклик, который превращался в пистолет. И как бы по факту мне нужен был только циклонус и как бы матрица железная. Я тоже выглядела неплохо, но потом мне настолько привыкла к родинусу, что я такая, ладно, живи. Оставайся у меня в семье. И на вот этом, наконец-то, вся вот эта эпопея с этими двумя парами закончилась, потому что они наконец-то все вместе. Они в идеальном состоянии, и я устала, я больше так заказывать не буду. Я могу, в принципе, еще рассказать кратко. Типа, этот достался без проблем, этот с рук за 300 крон, с этими просто писец, все. Этот из Японии, этот из России, с башкой отдельный ужас, кошмар. Тоже историю вот этой спектры и еще одной спектры, я рассказывала в том видео обзорской коллекции. Ну, еще раз расскажу, что уж там. Тоже теперь этот спектр выглядит совершенно иначе, нежели была до этого, но неважно. В общем, у нас есть наш кукольный поставщик, как мы его называем, Йо, который мы как раз ездили в Астраду не так давно, в одном из наших последних рейдов. Вот посмотрите. И посмотрите, что мы от нее в тот раз купили. Да-да. Так вот, заказываю мы у нее периодически всякие куклы. И я очень давно хотела себе спектру спортивную, которая из тебя. Я ее подсмотрела и захотела себе тоже. И как раз это она вот. Так, мы ее не узнали, но это она. И она, вот эта женщина, ее продавала. И я решил возьму за 444, кроме того, я помню, как тогда ее продавали. Думаю, возьму, пишу, беру, все. Потом она выставляет пляжную спектру. Я ее не достала? Ну, вообще. Нет, пляжный спектр, что уж не знаю. Пляжный спектр идеальная была. Она на меня посмотрела, я на нее. Ускоря были безумия. Ну, вы знаете, как это происходит. Думаю, нет, лучше возьму ее, ту спектру. Меняю, пишу, нет, можно вот ту лучше? Она говорит, окей. И потом я вечером уже поздно было. Я думаю, надо отправить, кто кто-нибудь возьмет. У меня шиза началась вот эта. Ну, знаете. Вот. Я думаю, отправлю ей деньги. Отправила транзакция. И непонятно, она отправилась, нет. Я думаю, наверное, отправилась еще отправила. 444, кроме. Вот. И потом смотрю, 888, кроме отправилась. Чуть не 646, да? Да. Как будто дьявол тут замешан какой-то. Куколь. Куколь и дьявол, да. Ну, и вот, я думаю, ну, значит, судьба, значит, заферните двух. Ну, что уж там теперь. И ту, и сю. И вот, говорят, правда. Она говорит, окей, все. Потом проходит 2 недели. Ничего не происходит. Я ей пишу. Можно? Спрашивайте, пожалуйста, где мои куколки? Она пишет, а деньги-то не поступали? А в смысле? Да, вообще. Я думаю, ну, как так? Ну, ладно. Проверяю вот этот вот список. И смотрю. Вот эту женщину-мартина я отправила Луции. Я такая, хорошо. Луции это как раз же вот эта, которая у нас в коробках куклы, да? Нет, это другая. Я ее вообще не знаю. И у меня даже нет профиля на фейсбуке. Я писала ей через e-mail, потому что она на базосе. А, вот этот вот чемодан. Я у нее доказывала. Я вообще ее знать не знаю. Профиль ее не знаю. То есть через e-mail мы писались. Я думаю, вот отправят, она не отправят. Ну, как бы сумма-то большая. 888 профиль. Это внутри, вы нажаете в рублях. Я ей пишу слезы отправить. Проверяю, это ошибка, что? Ну, она оказалась пряночной женщиной. Все, мне отправила назад. Но поскольку я в Артине уже пообещала эту сумму, она на нее рассчитывала. То есть она, видимо, что-то хотела себе купить. Она меня с этим, типа, где деньги тоже писала. Я ей отправила все-таки эти 888 дурацких крон. И она мне прислала вот все моих спектры. Кстати, вот эту спортивную я не любила. Тоже я рассказывала про это в том видео. Ну, теперь я ее переодела, сделала ей причеслон. И теперь она для меня вообще чудесная кукла. Вообще я люблю очень сильно. Вот так вот. Да. Кайствую. Причем каждый раз, когда я прихожу к Дашу, вот эта вот спектра сидела в одежде в своей спортивной, но у нее не было козырька. Вот ты еще про козырек расскажешь. У нее не было козырька. Именно из-за того, что у нее не было этого проклятого козырька, она ей не нравилась. Она не только из-за этого. Она ее настолько хотела, что она постоянно чуть ли не отвернутой головой в стену. Простит стой. Она стояла в углу просто полки, и ее вообще не видно. Не только из-за козырька. У нее косое лицо. Это правда. Я вижу, один глаз у нее косит. Это видно тут перфекционисту. Даша. Видно. Косит. Но я переодела, она заиграла новыми красками. Косит. Правда. Даша. Косят это Рошелия по пьяни с утра. Нет, у нее не идеальная. От винища французского. Я вижу, у нее не идеальная вот эта вот. Короче, возьмите, напишите в комментариях. Вот это. Я не знаю, где там она на нее дошла, криво лица. На калере это не видно. Надо вживую смотреть. Видно тут где-то кривизну? Или это как бы терпимо? Вживую она реально кривая. Короче, она ее сразу не взлюбила. Она начала уже придираться абсолютно к всему, потому что она ее не любила. Она роскость смотрит. Хотела уже избавиться от нее. И в итоге, после того, как она ее переодела, она ее влюбила. Ну, потому что, наверное, я сама этот образ создавала, и мне, может быть, так работает знание человеческое. Расскажи еще про этот козерек. Про этот козерек и вот чем связан этот козерек. Я расскажу. Вообще. А, это же. Ленка-матушку. Ой, не знаю. Он найдет нас. Ага, сейчас же. Чеки, здорово. Ай. Охуй. В общем, рассказываю историю, продолжение. Вот, от этой спектры я хотела козерек. Я думаю, может, полюблю я ее тогда, если я такой козерек на нее. Рассказываю историю козерека. И она как раз связывалась с Рэйвен. Рэйвен. Колготки за нее же я покупала. Вот, у меня есть Рэйвен, а это потом. Давайте сначала козерек. Зашла его женщина, уже совсем другой, которая живет в Праге, которая никак не хотела с нами встречаться. Я просто не знаю, почему мы могли приехать, посмотреть товар. Не знаю. С другой стороны, куда легче встретиться именно лично, передать особо в руки, чем вот так запаковывать, пересылать. Да, запаковывать, идти на посылку, платить деньги за посылку. При том, что это в одном и том же городе. То есть посылка просто приедет из одного отделения почты в другую. Вообще не понимаю. А если бы вы через улицу жили? А вы говорите, присылайте, отсылайте. Не понимаю. Она просто взяла, запаковала в пакет, кинула бы в окно и убежала. Да. Ужас. Так вот. Я ей пишу, в чем мы договорились. Она мне типа отправила козерек. Надеюсь, отправила. Просто, может, это реально Косян бы хочет их. Слушай, когда вот такой козерек, в какую-нибудь упаковку ее не закроешь, он все равно будет маленький. Скорее всего, он потерялся. Наверное, почта затеряла. Тут как бы к ней, может, нет претензий. Но почему вторая ситуация случилась, я не понимаю. Это я тоже к ней претензий теперь имею. В общем, козерек мне не дошел. Ну и ладно. Потом я очень хотела себе комплект, полный комплект арестовый. Рейва. Квин. Вот. Я нашла колготки и вот этот вот разворотник. Тоже у этой женщины. Думаю, ну ладно, может, случилось. Пошли что-то такое. Я закажу опять. Так вот. Я пришла, все. Мы договорились. Посылки нет и нет. Нет и нет. Я уже жду. Я просто вот ее нет. В базе данных, в миде. Я ходила на почту, узнавала на мое имя. Дарья. Ничего нет. Потом как-то я все-таки опять шла на почту уже. Думаю, вот ищите, ничего не знаю. И они нашли посылку вот с этими вот аксессуарами. Там было написано Дарья. Я вообще не могу. Дарья. Дарья. Дарья, они не нашли. Все правильно. Но Дарья там была. Говорит, это я. Еще пыталась подтвердить, что это я. Дарья. Пипец. Я же писала их печатными буковками ими. Не знаю, что это такое случилось. Но в общем, как-то я в ней разочаровалась. И думаю, не буду я в ней что-то аксессуарами больше. Ну нафиг. Люди странные. Про люди странные. Следующая история. У нас много. Садитесь. Можете в чай заварить. Надо было в начале это сказать. Садитесь, да. Рассказываю еще одну историю. Тоже этих букв у меня нет. Я в одно время и сейчас даже очень доберелась собрать вторую базовую коллекцию. Ну ты сейчас их хочешь собрать? Ну вот двоих. Лагун и Френки. Лагун и Френки хочу. Раз, Лагун? Да, очень. А, это я Клё хотела. Я и Клё хотела, но я как-то... Вот, и Клёдина Френки. И у этой женщины именно хотела Клёдина Френки. Да, и у этой женщины именно Клёдина Фрэнки. Но потом я именно Клёдин захотела, но на один раз. Потому что они там стоили по 500 кром в коробках. Ну, нет, они были не в коробках. Они были очень... Разные? Они были, если фотку не тут вставлю, она... Они были на подставках, вот так выступили, говорят, все там были. В идеальном состоянии. И они стоили... Она говорит, типа, всех продам за тысячу стоили, но это не только было. Всех четырех? Четырех или пятех там было. Не важно, короче. Не важно. Это не суть истории. Нет, ну там важно. Это не суть истории. Ну смотри. Я говорю, пишу этой женщине, можно двух, двоих, вот Клёдин и Френки. Взять. Она говорит, ну лучше в целом их всех продать, четыре. Ну, говорит, ладно, можно, что-то за 400 кром договорились. Ну, за 200 каждое, типа, нормально. Я такая, да, ура, все. И... Переслала ей деньги. И, кстати, вот интересно. Во всех вот этих подводных, мошеннических ситуациях, мне отгады деньги прислали. Она могла меня нафиг послать. В общем, я пересылаю деньги, жду. Опять жду, жду ничего, жду, жду ничего. Ой, пишу ей. Чего, где? Гуклы? Может, пришлете? И она написала что-то... Ой, извините, нет, она сначала откладывала это все. Ой, можно, потом давайте я на работе. На следующей неделе точно отправлю 100%. Ничего не было. И я ей уже пишу, типа, вот вы знаете, вот люди так не поступают. Вот если вы это продали, надо написать. И наехала на нее, жду, я прямо вот реально наехала. Говорю, ну если вы не хотите их продавать, деньги мне верните назад. Это все, мне вообще ничего не надо, это все. Она такая, извините, я верну вам деньги. И ничего не написала, типа, почему? Что случилось? А после этого я еще ей писала и тоже спрашивала. А как срепляла тебе? Да, и тоже спрашивала насчет Колодина, насчет Фрэнки. Она такая, да, в наличии. Вот, и непонятно, а деньги-то она мне прислала, хорошо. Знаешь, может именно потому, что ты на нее наехала. Я прямо на нее наехала. Хотя, с другой стороны, вот опять же, на фейсбуке, на маркетплейсе очень часто есть именно, типа, как бы, объявление, но на самом деле там скрин-чата, и написано, что, типа, внимание, мошенники, и объясняют ситуацию. И даже вот в этих ситуациях они, как бы, наезжают на тех, кто, как бы, мошенник, но эти мошенники не отвечают. Так ну что, они вот в сети заблокировали, вот что? А это, как бы, отвечало, ну, как бы, странно. Странно, я не понимаю, она хотя бы объяснила, может. Ну, это не, еще дальше история продолжается, потому что на другом сайте я нашла ту же самую фотку, и она была в таком плохом качестве, я сейчас думаю, вот, да, бушенька уберет. Вот, и она от другого человека, из другого города, вообще другая. Я ей тоже писала, и она, это, как бы, другой человек отвечала. Мне она, я как бы, понимаю, по стиле общения. И все, и получается, либо она стыдила фотку такого человека, либо этот человек у нее, я не знаю, что это было. И потом в группе вот в этой, где мошенники, там тоже про это писали, много людей не писала, и непонятно. Конечно, вторая базовая, это такая коллекция, что за тысячу крон всех четырех. Ну, да, слишком хорошо. Разочаровывают нас эти людишки. Да, я потом боялась заказывать в интернет. Ну, что, последняя история? Давайте. Давайте. Вот это кладин, наконец-то, смотанчик. Тоже я их заказывала, но сейчас будет речь об уфке. Вот такая вот хорошенькая схоришка, кладинка. А вот эти туфли легендарные, ходят они их, слагают легенды в этой истории. Тоже я нашла девочку, которая продавала туфли. Оба там. Это важный факт. Я на туфе из Праги, но она реально из жопы, куда далеко ехать. Реально, вот туда ехать. Дальше чем ответы? Вот от него еще 40 минут лет лет. Ну, это типа окраина Праги, считается. Но у нее написано Праги, но это далеко очень. Вот. Я думаю, ладно, пусть пришлет мне почта, ну что там. Или два ботиночка вот этих вот. Туфли. Шикарные туфли, кстати. Так долго она стояла босанугое. Прикрывалась чемоданчиком. Да, вот так вот она стояла. Я заказала, она говорит, что хорошо, адекватная девушка отправила. Я на почту прихожу, и наверно там реально была маленькая, она была настолько маленькая, эта дырочка, что невозможно было. В общем, пришла одна туфля вместо двух. И я не знаю, как это, на почту, что... Но я этой девушке писала, она, по-моему, адекватный, что отзыв у нее хороший, что она два отправила. Я написала, ну вот один пришел, не знаю, что делать, и она так извинялась, говорит, ну я не знаю, что случилось, я отправила два, и, в общем, согласилась мне отправить еще один, бесплатно. Я хотела заплатить, думаю, ну раз это не ее как-то вина, но она говорит, нет, моя репутация важнее. Откуда у нее еще одна? Или она там несколько даромала? Несколько даромала. И как раз вот на газ отпала, что у нее три в городе было. И она на меня отправила, сейчас вот она, слава богу, в обувке стоит. Маленькие истории, ужас. Поэтому, даже если вы что-то заказываете на каких-то сайтах, лучше вначале читайте отзывы, смотрите на профиль продавца. Проверяйте их. Проверяйте сайты, с которых вы заказываете. А лучше всего заказывайте именно у кого-то по советам, кто уже купил, у кого есть какой-то опыт. Да, и хорошие отзывы, как это, годные отзывы? Оценка. Оценка и отзывы, у кого хорошие. Вообще, не стыдно попросить прислать фотку. Да, и как можно больше фотографий. Он заинтересован продать, он пришел фотку. Поэтому, внимание на это. Но я рада, что у нас никто так сильно не обманул, что деньги, знаешь, забрал. Или вот такого не обманул, так что я грамм рада. Просто я вот именно из-за вот этого плана, что могут именно обмануть, и как бы ты им деньги переведешь, они с тобой на встречу не придут. Поэтому в моем случае даже легче поехать в другой город и забрать столичь, на чем будет вот эта пересылка по почте. Ой, а я отправлю потом. Ой, а я уже отправила. А оно во мне пришло, мне так жарко. Поэтому я всегда пишу, что я могу приехать в город, только если это не вообще вот эта... Ну знаешь, во Страгу-то мы ехали. Ну, во Страгу-то мы ехали, я к тому, чтобы это не было... 5 часов. Какая-то деревня на границе с Германией, куда ездит только один автобус раз в неделю. Иногда даже лучше написать именно, что а вот давайте мы лично встретимся, даже если из другого города. Напишите, что как бы я приеду. Если есть сомнения по самого продавца, потому что именно тот, кто хочет обмануть, то есть мошенник, он лично встречаться не будет. Потому что либо ему нечего продавать, либо он это не хочет продавать. Он просто хочет ваши деньги. Вот поэтому он будет всякими способами отговариваться именно от личной встречи. Поэтому берегите себя. Любите близких. Любите своих рукав. И даже если кто-то вас... А помог? Да. То вы всегда можете просто сделать скрин-переписки и просто прийти с этим в полицию и накатать заявление, что вот такие вот там мальчики есть. А, кстати, так делали? Хотели уже... Либо они хотели накатать... Они будут аппетиты писали. Да, либо они реально ее накатали на одну какую-то женщину, вот тоже на фейсбуке. Ну, там утром масштабный развод, потому что очень даже дорогая цена, эта кьюпер с крыльями была. И очень много людей... Не только кьюпер с крыльями, при том, что... Ладно, еще тогда расскажем. Когда закончится... Да. Сорок жесть. Жесть какая. Вот мы активировать будем. Да! Что есть одна какая-то женщина. Я уже не помню, как ее там зовут. Но всякий раз, когда я ее вижу на всяких платформах по продаже... А, это Матейкова, что ли? Ларишка Матейкова. А, то была Ланька Матошкова и Ларишка Матейкова. Это чешки. И тапки. Да. И вот всякий раз, когда я вижу ее объявление, я сразу же так... Убрать, брать, украть. Потому что она продает кукол в идеальнейшем состоянии за очень дешево. При том, что у нее... Именно на ее сайтах, где она выкладывает, опять же, в ней, в Marketplace, у нее есть очень много оценок и есть очень много положительных комментариев. Но, тем не менее, есть точно так же люди, которым просто не приходят деньги, не приходят посылки, при том, что они отправили деньги. Они могут нам накупить, не знаю, кукол по пять, по шесть, отправить там, не знаю, три тысячи, и все, с концами. И были прямо объявления, что вот, давайте соберемся все, кого обманула вот эта вот барышня, давайте пойдем накатаем на нее заявление в полицию. Ну и вроде она там как-то оправдывалась, типа вот, я не виновата, я не знаю, почему так происходит, пожалуйста, мне не надо больше такого не повториться. Ну вот не знаю, если честно, повторялось ли это еще с кем-то или больше нет, но вот серьезно, я в нее объявление не смотрю, при том, что она продолжает постоянно, регулярно, что это укладывает. Я, кстати, давно еще хотела от нее заказать Квадин 13 желаний, я тоже у нее что-то хотела заказывать, и потом я увидела, что она очень странная женщина, такая, не надо. А я не видела, у меня Боренька уберет. Я как-то передумала, то ли дорого стала, поэтому не надо, ладно, а так вот тоже, может быть, катала заяву, выписала. Ты что, русский, мы под дверь придем. А ты крайне. А ты более. Ну все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok